а здравствуйте сегодня я хочу рассказать об одном из моих любимых продуктов орифлейм которые постоянно присутствуют в моей косметичке а если быть более точным в моей аптечке это масло чайного дерева оно и раньше было но раньше было с маслом чайного дерева и гомомелисом здесь примерно 10 процентов масло чайного дерева а сейчас сюда еще добавлен розмарин текстура с маслянистая но с таким приятным не отталкивающим запахом в отличие от аптечного масла что он рассказать и что хочу сказать в отличие от аптечного масла она очень быстро комфортно и хорошо впитывается в кожей то есть не оставляет какого-то там жирного блеска или жирного следа и что главное не лежит на поверхности кожи почему в качестве аптечки почему в аптечке она у меня находится да вообще это то чем пользуется вся моя семья практически она у меня заменяет йод сильнейшие бактерицидные свойства очень серьезный антисептик когда его можно использовать ну например это какие-то раны травм очки это могут быть укусы насекомых комаров кстати он вернее оно защищает и от укусов насекомых но я уже не говорю что после если бывает какое-то раздражение то вот это вот средство но действительно очень здорово помогает можно использовать при ингаляции ну несколько капель буквально добавлять в ваш раствор тогда когда орви там орзе и вы себя неважно чувствуете можно добавлять в шампунь против перхоти можно просто втирать в кожу головы но мне кажется что больший эффект она имеет тогда когда добавляется несколько капель в шампунь и прям ну вот этим моется за раз конечно перхоть вы не уберете но она обладает как бы лечебным действием не таким действием как низорал или шампуни многие от перхоти то есть вы помыли больше зуда нет и вроде бы как бы перхоть исчезла но если вы этим шампунем мыться перестаете то опять все возвращается на круги своя так вот это средство помогает справиться с этой проблемой а не просто убрать симптомы что на мой взгляд тоже важно что еще можно добавлять в зубные пасты можно делать из него ополаскиватель до полости рта то есть добавлять просто в водичку тоже бактерицидными свойствами обладает и такими знаете рано заживляющими успокаивающими если имеет место кровоточилась десен например чувствительность повышенная десен можно даже в зубную пасту добавлять и убирать наша зубная паста она такая подходит для чувствительной кожи для чувствительных зубов но об этом отдельный разговор до наших пастах так вот можно добавлять туда еще масло чайного дерева кровоточилась десен уберете точно если будете системно пользоваться нашими пастами помогает при урви урз можно даже смазывать под носиком то есть прямо берете пальчиком и смазываете носик себя чувствует гораздо лучше при этом да и вы себя будете гораздо лучше чувствовать при этом при ожогах по моему я уже говорила да если есть какие-то высыпания воспаления угревые но это замечательно все убирает причем это тоже убирает и как бы саму причину так скажем этого то есть на глубоких слоях происходит дезинфекция и в отличие от спирта он кстати сильнее спирта в пять раз в отличие от спирта она не сушит кожу дерматиты заусеницы какие-то на ногтях какие-то повреждения трещины даже помогает при растяжениях можно втирать при молочнице при геморроя ну то есть такое знаете универсальное средство на мой взгляд должно быть в каждой аптечке вашей семье если есть детки то но это вообще безусловно в отличие от йода который тоже сушит очень сильно кожу бывает даже вызывает раздражение ну и неприятный такой вид имеет на коже или зеленка или йод это средство бесцветное бактерицидными свойствами обладает нисколько не хуже а даже пожалуй лучше если маленькие детки но бывает у них знаете какая-то сыпь а после родовая бывает пупочек который смазывается там йодом или зеленкой как правило рекомендуют доктора но вот это то чем можно это заменить и кожа будет чувствовать себя гораздо лучше очень советую иметь в каждой аптечке я его всегда беру про запас тогда когда она идет со скидкой со скидкой в наших каталогах пользуйтесь пожалуйста